Сердечно приветствую вас миром и любовью нашего любящего Невестного Отца. Благодарность за то, что в это опасное время мы имеем молитвенный дом и преимущество собраться в этом доме и научаться из Священного Писания. Сегодня хочу поднять тему, которая, считаю, по моему мнению, очень важная. Ну, вы оцените сами, важна она или нет. Сегодня хочу я говорить о том, что в Священном Писании есть Слово, которым мы можем себя благословлять или проклинать. Вам интересно это или нет? Ну, тогда мы продолжаем. Итак, мы много говорим, а Священное Писание говорит, что от слов своих человек спасется, и от слов не оправдается, и от слов своих человек осудится. Много говорим мы обычно плохо о ком-то другом, и это нехорошо. Но сегодня я хочу говорить о том, что мы много говорим плохого о себе, и этим вызываем на себя проклятие. Итак, отрывок, который мы будем читать, мы можем применять ему, и как мы скажем от того, благословляем мы себя или проклинаем. Итак, от слов своих человек осудится, и от слов своих человек оправдается. То, что человек говорит, зависит иногда и его судьба. Хочу привести такой пример. Это было в Узбекистане. Муж с женой решили приготовить плов. Уже и мясо приготовилось, и рис уже кинули. Уже все почти готово. Жена подходит к мужу и говорит, даст Бог, скоро плов будем кушать. А муж посмотрел на нее, говорит, слушай, ну при чем здесь Бог? Как Бог мне не даст плов кушать, когда ты жена, я твой муж, мы в собственной квартире, плов вот уже 5 минут и будет готов. Ну поговорили вы о том, и ладно. Насыпали плов, в Узбекистане едят с одной тарелки такая миска большая, круглая. Муж только руку протянул к этому плову, потому что они руками едят. Слышит в дверь стук, и такой стук, как двери хотят выломать. Посмотрели недоуменно друг на друга. Жена говорит, кто это может быть? Иди открой, пока руки не испачкал еще. Подходит, открывает дверь, там стоит 4 представителя НКВД, спрашивают фамилия, имя, отчество. А он ответил, говорит, вы арестованы. Наручники на руки, обыск в доме, тут уже не до плова. Осудили и дали 10 лет сталинских лагерей. После 10 лет, когда он возвращается, отпустили его, телефона не было, чтобы предупредить. Идет по городу, в 3 часа ночи он приехал. Подходит и тихонько стучит в окошечко, а потом в двери. Боясь громче постучать, потому что помнит, как в свое время приходили его арестовывать и стучали, перепугали всю семью. Смотрит, свет отключился в комнате. И подходит жена к двери и спрашивает, кто там? Он говорит, это я, муж твой. Даст Бог, открой дверь, я могу войти к тебе. То есть, понимаете, теперь он уже через 10 лет не говорит, что как мне Бог запретит, а уже говорит, даст Бог, откроешь дверь, и я войду. И будем вместе. Потому что можно быть и возле двери, и если Бог не даст, то в дверь можно и не войти. Итак, слово, которое мы сегодня хотим разобрать с вами, мы с вами употребляем примерно до пяти раз в день, а это и больше. Интересно вам, нет? Итак, я буду читать отрывок, а вы, пожалуйста, внимательно слушайте. И кто услышит это слово, поднимите руку и скажите, я нашел это слово, тот будет молодец. Сегодня мы будем разбирать с вами время, когда Бог говорит Моисею, когда они уже были перед рекой Иордан, перед обитованной землю, возьми и назначь или выбери из каждого колена по главному человеку, как эти люди назывались, вы помните? Согладатые, да. Отправь их через Иордан, чтобы они посмотрели, что там в этой земле. Как вы думаете, зачем он это делает? Я долго думал над этим и нашел ответ в том, что он испытывал в этом народ, потому что он большими чудесами уже привел их на это место, перевел через Черное море, которое раступилось на определенное время и метры, когда они могли пройти. А теперь им осталось только войти в обитованную землю. Но он решил их проверить, кто из них боязлив, кто из них недоверит или разуверится, кто в них усомнится. Таких он в обитованную землю не введет. Итак, давайте будем читать числа, 13 главу, начиная с первого текста. Со второго, вернее. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И с 18 по 24. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им, «Войдите в эту южную страну и взойдите на гору». «И посмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен. И какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях. И какова земля, тучна ли она или таща, есть ли на ней дерево или нет. «Будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, Близимафа. И пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Хвалмай, дети Инаковы. Хеврон же построен был семью годами прежде Цаона, города Египетского. И пришли к долине Эсхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое, взяли также гранатовых яблок и смог. Вы представляете, какая земля и какой виноград? Когда двое человек одну гранку только могут нести. Какое благословенное место! И дальше, с 26 по 27. «И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней, и пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыне Фаран, Кадест, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю». Итак, мы участок один Священного Писания прочитали. Скажите, вы услышали, нашли слово, которым мы можем себя благословить или проклясть? Есть еще варианты и ответы? Ну, еще в сомнении. Ну, и правильно, потому что я еще до этого слова не дочитал. Я просто хотел проверить, насколько вы внимательно слушаете. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той силен, и города, укрепленные весьма большие, и сыновь инаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, Гевусеи и Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилем, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля поядающая, живущих на ней и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сыновь инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей!» Скажите, они лишнего что-то здесь наговорили или нет, загладатые? То, что они видели, то, какое осталось у них мнение, о том они и говорят. Итак, но о чем они просят? Смотрите, 14 глава, 2 текст. «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей!» Господь услышал и сделал так, как они просили. Скажите, из этого общества, которое вышло с Египта, сколько вошло в обитованную землю? Два человека, Иисус Навин и Халев. Все остальные за недоверие, за ропот, за все остались в земле пустыни в этой. Итак, это слово, которое мы применяем в нашей жизни, которое можем благословлять или проклинать себя, короткое и емкое. Но! Слово «но». Попытаюсь вам объяснить. 29 текст говорит. «Но народ, живущий на земле, той силен, и города, укрепленные, весьма большие, и сыновь Енаковых мы видели там». Как они говорят? Все хорошо, да, действительно, земла прекрасная, и виноград большой, и молоко с медом там течет, и все. Но мы боимся туда идти, потому что там города укрепленные, там армия большая, там сыны Енаковые и великорослые. То есть, понимаете, они в этот момент уже забыли о том, как их Господь благословлял и сопровождал по пустыне, что они дошли до этого места. И второе «но». 31 текст здесь же этой главы. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «пойдем и завладеем ею, потому что мы можем сделать ее». То есть, как мы применяем это халево, это слово? Да, действительно, там крепленные города, там сильные люди, там армия большая. Но ведь Господь благословляет, обещал и сказал, что я переведу вас, только верьтесь в мои руки, и все будет благословенно. И это слово «но» сам Господь говорит о себе. Следующая глава, 14 глава, 21 текст. «Но жилья и славы Господней полна вся земля». Исайя об этом поводу в 42 главе, в 8 тексте говорит. «Я Господь – это мое имя, и не дам славы моей иному, и фалы моей истуканам». То есть, Господь что говорит? «Но я жив, и славы Господней полна вся земля, и от той славы я не отдам никому». Как вы понимаете, что Господь говорит, что славы своей я не отдам никому? Ну, вот такой хочу вам пример привести. К примеру, еду я на машине, скользкая дорога. Тут начинает меня заносить, то влево, то вправо, по тормозам, туда-сюда. Но останавливаясь перед куветом, выхожу с машины, вытираю лоб от пота и говорю, «Ух, как хорошо, что я прекрасный водитель!» «Как хорошо, что у меня машина хорошая, и тормоза новые, АБС-система стоит!» «Как хорошо, что у меня есть практика вождения, и я справился с машиной и остановил ее вовремя!» Скажите, правильно это или нет? А ангелы с неба смотрят на него и говорят, «Слушай, ну смешно слушать тебя. Если бы Бог не послал нас, где бы ты был сейчас на этом месте, или не был бы вообще ты? Мне это неизвестно». То есть, понимаете, когда Бог нас благословляет, исцеляет, укрепляет, а мы начинаем всем окружающим рассказывать, «Вот какой я умный, институт закончил, силы у меня есть, мудрость есть, и я справился с этой задачей», то Бог, глядя на нас, как вы думаете, какое мнение у Него складывается о нас? Когда Он говорит, что «О славы своей я не отдам никому!» То есть, Он говорит, «В таком случае на следующий раз, когда у тебя будет беда или проблема, я вообще к тебе не подойду. Попробуй справиться сам». То есть, понимаете, насколько мы должны доверяться Господу в Его руки. И слава Богу, если многие за все благодарят Господа, а не ропщут и высказывают недоразумение. К примеру, пришли дети со школы, что мы можем сказать? «Слава Богу, дети вернулись, летим мы на самолете, приземлились, слава Богу, Бог сохранил и привел нас, дал возможность сесть на площадку и продолжить дальнейший путь». Болит, к примеру, у меня спина, а мне надо картошку выкопать, в аптеку сходить, в магазин. Говорю, ну у меня же спина болит, как я пойду? Или если болит у меня спина, а мне и картошку копать, и в аптеку идти, ну что я говорю? Ну ведь со мной Бог, Он сопроводит меня и даст силы сходить и в аптеку, и картошку выкопать, и Он все это усмотрит. То есть, зависит от того, насколько мы применяем это слово и как мы доверяем Господу. Но с каждым из наших может случиться беда или переживание. Скажите, но Бог санкционирует беду или нет? Ну как не санкционирует? Ведь Бог допускает нам переживания, несчастья, болезни, горя, видит состояние каждого из нас. Мы можем вспомнить... Ладно, дальше потом пойдем. Ну вот. То есть, понимаете, Бог не допускает нам переживания сверх наших сил. Сколько мы можем вытерпеть, сколько мы можем пережить, сколько Он нам и дает на это сил. И сверх сил наших Он не допускает нам никаких переживаний, но всегда сопровождает нас в этом пути, который мы совершаем. Одному человеку приснился сон, как бы он, проживши свою жизнь, оставил следы на морском песку. И поворачивается и говорит Господу, вот смотри, когда у меня все хорошо, когда все прекрасно, наши следы рядом, твои и мои. Мы идем друг с другом. Но когда я болею, когда у меня переживания, остались мои следы. Где же ты в это время? Бог посмотрел на него и говорит, а ты, говорит, внимательно посмотри на эти следы. Это не твои следы, это мои следы. В тот момент, когда у тебя переживания, болезни, несчастья, я несу тебя на руках. Итак, если у нас беда, то какое первое слово мы должны вспомнить? Но! Но ведь с нами Бог, Он поможет, Он все видит, Он все знает. Давайте прочитаем еще один текст, знаменитый 22-й Псалом, который вы все знаете, где написано, что «Если пойду, и долиной смертной тени не убоюсь. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на неастези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жестл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу в виде врагов моих, умастил элеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь. Что это за долина смертной тени? Это долина печали, долина болезни, долина разочарований, долина горя, смерти и несчастья. Кто-то уже, может быть, прошел эту долину, кто-то еще, может быть, идет по этой долине, кому-то предстоит пройти эту долину, но мы должны помнить, что Господь говорит через Давида. «Если я и пойду этой долиной, то не убоюсь, потому что Ты со мною». То есть, понимаете, насколько важно нам довериться Господу во всех этих обстоятельствах. Итак, если в радость нашем сердце и все хорошо, то что мы должны говорить? Слава Богу! А если переживания и какие-то беды поступают с нами, посягают нас, что мы должны сказать? Но с нами же Бог, и Он благословенно разрешит все переживания, если мы действительно Ему доверяемся, если мы верим в это. Одна девочка подходит к маме и спрашивает, «Мама, скажи, сколько верующих среди верующих?» То есть, понимаете, мы иногда можем быть и считаться верующими, но наше сердце далеко от истинной веры. Потому и всегда, когда есть какие-то переживания или беды, то в первую очередь мы должны говорить, «Но с нами Бог!» Не просто говорить, но веровать в это. И Бог исполнит все наши переживания, разрешит. Хочу привести еще одну историю, может, вы уже слышали ее. Мать воспитывала одна девочку, дочку свою, и говорит, «Дочка, пошли в церковь, там Бог пошлет тебя жениха, родишь детей, будешь благословенна, будем славить Господа, пением, молиться». Она, «Нет, мама, не хочу». Связалась она с нехорошей компанией, сначала начала курить, потом выпивать, потом дело дошло до наркотиков. Мама подходит и уговаривает, «Дочка, оставай это все, пошли в церковь, Бог действительно исцелит тебя, ты оставишь эту болезнь, и все будет с тобой хорошо». «Нет, мама, не говори мне об этом, я в церковь не пойду, что мне даст твой Бог?» В одно время они с компанией собрались ехать в горы на пикник отдохнуть и заехали к маме взять теплые вещи, потому что в горах ночью холодно. Подъехала машина с открытыми окнами, полная машина, четыре человека, она пятая, с этих окон машины, музыка вот эта, которая бум-бум-бум-бум-бум, которую на всю округу слышно, что действительно кто-то подъехал. Зашла она, мама говорит, «Дочка, остановись, не есть с этой компанией, у меня нехорошее предчувствие по этому поводу». «Мама, остав свое предсутствие к себе, мы уже договорились, я поеду». «Ну, остановись хоть на минуту». Она остановилась, она подошла, обняла ее, говорит, «Доченька, давай я за тебя хотя бы помолюсь, помолюсь, чтобы Бог присутствовал в вашей машине, хранил вас в этом пути и благословенно вернулся домой». Дочка говорит, оттолкнула маму, «Не надо мне за меня молиться, твоему Богу нету места в нашей машине, как только в багажнике». Оттолкнулась и пошла. С этой же музыкой бум-бум, машина умчалась. Через некоторое время, часов через пять, маме сообщают о том, что машина с ее дочерью попала в ужасную катастрофу и, наверное, никто не выжил. Когда полиция и скорая подъезжали к этому месту, то, глядя издали на эту машину, что с ней случилось, они понимали, что там живых не осталось никого. Но когда пришли они и начали открывать машину, то действительно, четыре человека осталось на месте, но дочка жива, правда, со сломанным позвоночником. Ее скорую помощь увезла в больницу. Начали разбираться, почему произошла авария, место аварии, причины. И когда открыли багажник, то, к своему удивлению, они были насколько удивлены, что там лежал лоток яиц, куриных, сырых и ни одно яйцо не разбилось. То есть, это то место, о котором молилась мама, и которая дочка сказала, что твоему Богу нет места, как только в багажнике. То есть, понимаете, где Господь, там всегда благословение, сохранность и защита. Так что всегда молитесь о своих детях. Не забывайте, какие бы они у вас были, послушные, непослушные, но всегда молитесь о них, чтобы Бог благословлял и хранил их. Никогда их не проклинайте, не говорите, что какой ты бестолковый, какой ты глупый, какой ты ленивый и так далее. Наоборот, всегда говорите, какой ты у меня хороший, какой ты послушный, ты у меня вундеркинд, и все дары, ты послушный Господу, все дары ленивых перейдут на тебя, и ты будешь чудо-ребенком. И вы посмотрите, как это будет в отношениях с детьми. Да не только с детьми, а друг с другом. Никогда не проклинайте и не ругайте друг друга, а наоборот, поддерживайте и подкрепляйте. Однажды мальчик пришел домой с конвертом запечатанным от директора школы. Принес, говорит, мама, вот директор тебе передал записку. Мама вскрыла конверт, достала эту записку, прочитала, и слезы на глазах покатились у нее. Он спрашивает, мама, о чем там директор пишет? Она, говорит, он пишет о том, что ты слишком умный, сообразительный, талантливый, что нету в нашей школе такого учителя, который мог бы тебе доброму чему-то научить, так что забирайте его со школы или учите сами. Прошло время, мама умерла, мальчик этот стал взрослым мужчиной, наводил порядок как-то в своем письменном столе, в бумагах, и обратил внимание на тот конверт, который он в детстве принес маме. Достав этот конверт, он открыл его, достал записку и прочитал. «Ваш сын ленивый, бестолковый, глупый, ненадежный. Нет такого учителя, который мог бы научить его чему-то доброму. Забирайте его со школы или учите сами». Теперь у него самого слезы пошли на глазах. Он вспомнил, как в течение всего времени мама его всегда поддерживала, благословляла и укрепляла. И этим мальчиком был великий ученый Эдисон, который изобрел электрическую лампочку. Вы представляете? «Итак, от слов своих человек оправдается и от слов своих человек осудится». Благословляйте себя, не проклинайте, благословляйте своих родных и близких и детей, и чтобы никакое гнилое слово не исходило из уст ваших. Аминь. Давайте помолимся.